В результате спецоперации в Казахстане пресечена деятельность 8 преступных группировок. Их подозревают в пропаганде терроризма, похищении людей и вымогательстве, а также в незаконном обороте наркотиков и оружия. Силовики провели операцию сразу в 8 регионах страны. Участников группировки задержали в Актюбинской области, Атыраусской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жит-Исусской, Западно-Казахстанской, Туркистанской и в Шемкенте. При обыске у задержанных изъяты запрещенные вещества и оружие. Совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывали искаженными религиозными канонами. В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, деньги и наркотики. В прошлом году Казахстан отправил нуждающимся странам в виде гуманитарной помощи порядка 5 миллионов долларов. Более половины из этого объема продовольственные товары, сообщили в Министерстве финансов. Нуждающимся странам была отправлена также одежда, обувь, машины и оборудование. Из шести стран наибольший пакет помощи получил Афганистан почти на 3 миллиона долларов. Далее Таджикистан около 2 миллионов, а также Турция. Туда было направлено более 300 тысяч долларов. Чуть менее половины этой суммы ушло и в Украину. А Египту и Сирии поступила помощь на сумму в 60 и 12 тысяч долларов, соответственно. Однако Казахстан и сам получает безвозмездную материальную помощь, в основном медикаментами, как отметили в ведомстве. Как оказалось, больше всех нашу страну поддерживает Бельгия. Она отправила товаров на сумму почти в 21 миллионов долларов. Намного меньше Германия – около 4 миллионов, Италия, Китай и Румыния – меньше миллиона долларов. Казахстан по итогам прошлого года увеличил экспорт нефти и газоконденсата на европейский рынок, включая Турцию и Израиль. Прирост в годовом выражении составил порядка 20% и достиг 48 миллионов тонн, показали данные Бюро национальной статистики республики и расчеты Рейтер. Санкции Евросоюза резко ограничили экспорт российской нефти в Европу, что позволило производителям из Казахстана нарастить поставки в этот регион, сократив отгрузки в Азию. При этом в денежном выражении поставки сократились в среднем на 10% до 42 миллиардов долларов из-за ослабления мировых цен на сырье. Основным направлением экспорта казахстанской нефти в прошлом году оставалась Италия. Экономика Израиля сократилась почти на 20% с начала обострения конфликта с Палестиной. Опрошенные Блумберг-экономисты назвали текущий экономический спад одним из самых существенных за всю историю израильского государства. Противостояние с Хамас парализовали бизнес-сообщества страны, считают эксперты. Существенные изменения происходят и на рынке труда, где многие люди покидают свои дома и берут в руки оружие. Падение ВВП на 19,4% оказалось хуже ранее озвученных прогнозов экономистов. Китай объявила крупнейшим в истории снижение базовой ставки по ипотечным кредитам. Такая мера была предпринята, чтобы оживить рынок недвижимости. Таким образом, в стране в миг подешевеют ипотечные займы, отмечает агентство Reuters. Речь идет о пятилетней базовой ставке по кредитам. Она снижена на 25 базисных пунктов, при том, что ранее эксперты прогнозировали максимальное снижение на 15 базисных пунктов. Накануне государственные банки увеличили кредитование застройщикам с целью повысить ликвидность пострадавшего от кризиса сектора недвижимости. Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Узбекистаном в последние годы устойчиво превышает 4 миллиарда долларов. И этот показатель может вырасти, сообщили главы внешполитических ведомств обеих стран по итогам встречи в Астане. Пока сумма совместных проектов достигает порядка 150 миллиардов долларов, однако в будущем этот показатель может увеличиться до миллиарда долларов, благодаря чему в Казахстане построят новые железные дороги, а транзит узбекистанских перевозчиков через границу упростят. Это, в свою очередь, позволит увеличить потенциал грузопотока между официальными Астаной и Ташкентом. Предприятия Казахстана задолжали своим работникам более полтора миллиарда тенге. Большинство приходится на банкротные и находящиеся в процедуре реабилитации компании. Деньги недополучили порядка тысячи работников. Больше всего таковых в Алматинской области – 500 человек. Задолженность перед ними почти 300 миллионов тенге. Далее следует Мангиставская область. Здесь 14 предприятий не оплатили 200 миллионов тенге более сотни работникам. На третьем месте – Алматы. Задолженность порядка 150 миллионов тенге. Сообщается, что меры по погашению задолженности на банкротных предприятиях принимаются конкурсными управляющими КГД. Однако зарплату удерживают и действующие компании. По стране двум тысячам работникам задолжали порядка 700 миллионов тенге. В Казахстане более 260 застройщиков возводят дома без лицензии и разрешений. Всего проблемных объектов в стране свыше 290, сообщили в агентстве EnergyPro. Наиболее пострадавшими от недобросовестных застройщиков регионами стали Астана, Алматы и Мангиставская область. Однако почти половина незаконных проектов находится в столице, где на бюджетные средства построили более 140 объектов жилищно-коммунального хозяйства, в которых проживают около 15,5 тысяч семей. Кроме того, 10 долгостроев все еще находятся в стадии реализации. Аналитики казахстанской жилищной компании указывают на катастрофический масштаб проблемы. Порядка 70% рынка долевого строительства в республике в тени. То есть практически на всех объектах средства дольщиков привлечены незаконно. А в 11 городах страны серый рынок и вовсе превышает 90%. Тем временем только в Алматы проверки выявили более тысячи нарушений в строительстве. К ответственности привлекли свыше 75 компаний. Приостановлен аттестат 25 экспертов технодзора. 15 детей погибли в Казахстане в ДТП и это только за январь. В большинстве случаев причина происшествий – беспечность родителей, говорят в МВД. Многие игнорируют правила безопасности при перевозке детей. Поэтому правоохранители решили напомнить о них с помощью акции «Ваш пассажир – ребенок». С 15 февраля водители активно штрафуют за перевозку детей без автокресел. За один месяц по республике мы потеряли 15 несовершеннолетних детей. Из них 12 были в роли пассажира и погибли из-за беспечности самих же родителей. Пользуясь случаем, я бы хотела обратить ваше внимание на необходимость срого соблюдать все требования правила, особенно в период ухудшения погодных условий, когда дороги становятся опасными. Еще раз вас призываю быть дисциплинированными и уважать правила дорожного движения. За две недели ОПМ полицейские выявили больше 170 тысяч различных нарушений ПДД. Почти 700 водителей задержали за езду в состоянии опьянения. Кроме того, зарегистрировано свыше 150 фактов нелегальной перевозки пассажиров. В этом активно помогают камеры и позволяют выявлять автомобили в розыске с подложными номерами и даже тех, кто управляет автомобилем без водительских прав. Всего таких камер по стране установлено больше 20 тысяч. И, как заявляют в МВД, половину нарушений фиксируют именно они. Кредитные средства на сумму почти в 190 миллионов тенге были незаконно потрачены фермерами Октябрьской области на другие цели. Факты нецелевого использования займов аграрной кредитной корпорации в сфере АПК выявила прокуратура. Бюджетные средства были выделены крестьянским хозяйством для приобретения сельскохозяйственных животных. Однако крупный рогатый скот заемщиками не приобретался. В связи с чем правоохранительным органам начато досудебное расследование по статье мошенничества. Одно дело отправлено в суд, еще по двум следствия продолжаются. В Казахстане сделали ставку на развитие агропромышленного комплекса и переработку сельскохозяйственного сырья. Более 50 научных проектов профинансированы именно в этой сфере. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. В целом, грантовое финансирование получили порядка 137 научных проектов в приоритетных секторах экономики, 14 инициатив в сфере цифровизации, в машиностроении, обрабатывающей промышленности и экологии профинансировано по 11 проектов. Остальные приходятся на химическую промышленность, травоохранение, геологоразведку, добычу природных ископаемых и модернизацию энергокомплекса. Наименьший объем финансирования получили качественное образование, легкая промышленность, металлургия и металлообработка, а также укрепление национальной безопасности, нефтехимическая отрасль.